итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет сейчас покажу вам то что не каждый из вас готов посмотреть все почему ну потому что у всех амбиции выше крыши потому что все у нас руководство авито даже даже те люди которые здесь живут мне каждый день мой друг который выбирает квартиру присылает целую кучу фейковых объявлений мы с ним ходим в баню все об этом разговариваем все равно одно и то же так вот давайте все таки теперь попробуем с вами посмотреть то те самые варианты реальные варианты которые вы можете приобрести прекрасном в городе сочи мы сейчас с вами находимся на соболевке кстати это у нас апартаментный комплекс довольно-таки неплохой в каком плане неплохой ну смотрите такая квартира 41 квадратный метр она стоит всего лишь всего лишь она стоит 9 175 это 220 тысяч рублей за квадратный метр знаете что я удивился вот реально что я удивился удивился тому что внизу уже у нас открылся магазин хлеб дохмель в эти шарики кстати да все чистенько все хорошо чем хорош магазин хлеб дохмель а еще ниже магазин пятерочка тем что в этом магазине хорошая выпечка хорошие салаты и самое классное это тортики кто любит тортики там крепкий там просто тортики просто бомбические прям бомбические 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 ну что ну скажешь блин дорого ну согласен ребят мог согласен и даже с вами спорить буду не буду но я могу сказать что дешево ну такие цены как бы в любом случае это вариант мягко говоря но все равно ниже рынка все ниже рынка как ни крути дать вам с вами за 15 апартамент да здесь нежилое помещение 15 апартамент и он соответственно свою очередь будет стоить 7 миллионов рублей это 220 224 тысячи квадратный метр 31 и 2 квадратных метра рядышком есть немножечко побольше то 16 апартамент там будет ценник немножко выше но все равно здесь уже делается ремонт и здесь даже видно что-то наверное видно будет море в общем такой хороший такой бюджетный вариант я прекрасно понимаю что вы за эти деньги ходите что-то такое прям вау там не знаю ну ребят волшебства не бывает но серьезно говорю не бывает волшебства и так для вас показывают те самые недорогие варианты которые можете взять и волшебства реально не бывает на этом много здесь уже продано потому что здесь проходят том числе и ипотеки в общем особо можно сказать ничего здесь и не осталось хочется отметить что хорошие двери вы это сами прекрасно видите да мы реально хорошие двери хочется отметить хорошая плитка да там сразу потом живет где-нибудь там в аэрде хаосе или живет где-нибудь на не за это не буду быть на моцесте либо живет где-нибудь не знаю там на улице альпийской просто сейчас смотрит все это и плачет скажет ну как так здесь будет ценник низкий да как бы реально ниже чем мы живем а у нас так такая кончена плитка такие конченные перила такие конченные везде двери а здесь все хорошо все прекрасно замечательно я вас понимаю я прекрасно понимаю ваше возмущение потому что знаете встретить дом чтобы действительно было нормально сделано да что было хорошая кладка чтобы не чтобы не было проблем с коммуникациями, чтобы все было прекрасно сделано, чтобы были хорошие дорогие окна. Очень редко, очень редко, обычно у нас там не за это, просто продают за космические деньги, за космические суммы. Просто как бы не за это, даже, знаете, хотел сказать в обвертки, непонятно. Да даже про обвертки ничего не могу сказать, даже и обвертки не очень хорошие, а здесь вы получаете хорошие, законные апартаменты. Сколько же здесь стоит аренда? Сейчас здесь аренда стоит не меньше 30 тысяч, поэтому тоже нужно это учесть, что в принципе можно посчитать свой применённый доход. Опять же, здесь проходит ипотека, вы можете спокойно купить в том числе ипотеку, но здесь не будет прописки, здесь будет только временная регистрация. В целом, в целом, конечно, мне саму, я не могу сказать, что прям нравится, да, качество нравится, но локация, блин, я Соболевку не люблю, вы сами понимаете. Ну, многие риэлторы живут на Соболевке, ничего страшного, и при том, у многих риэлторов, ну, заработок, ну, наверное, в раз 10, раз 20 больше, чем у вас. Вот то, что вы сейчас зарабатываете, на 20 умножите и всё. И при том, эти риэлторы, они не брезгуют, они не брезгуют жить на Соболевке. Само собой, когда появляется возможность, у меня там знакомая девочка, она взяла и сейчас переехала в жилой комплекс Светлана, да, и там живёт. А до этого она жила в Грин Пелосе, ничего страшного, жила в квартире в 24 квадратных метра, да, что такое 24 квадратных метра, сейчас я вам покажу. Притом, жила вместе с мамой, ничего, нормально, вот, жила вот в такой квартирке, вот такой прям маленькой квартире, ничего страшного, большая собака, мама, в общем, нормально всё не получилось. Сейчас, да, она поработала в Сочи, буквально там за 2 года заработала себе на квартиру уже на Светлане, да, купила себе квартиру за 24 миллиона рублей, уже в ремонт у неё ушло 7 миллионов. Вот 30 миллионов получилась квартира в 50 квадратных метров. А если бы она стояла опять перед выбором взять что-то такое недорогое, как она в своё время в Грин Пелосе покупала квартиру за 6 миллионов 24 квадратных метров, она бы обратно взяла бы и не пожертвовала бы, ну, как бы, не побрезгала, пожертвовала, не побрезгала и купила бы себе Соболевку. То же самое и я. Я считаю, что да, конечно, когда есть деньги, можно купить хороший автомобиль, кататься на Мальдивы за миллион рублей и так далее. А если, как бы, с деньгами ограничено, ну, в принципе, и Приора, в принципе, нормальный автомобиль, и на Соболевке можно посмотреть, и можно съездить в самый конченый Египет, там, не знаю, в трёхзвёздочный отель на 6-й береговой линии за, там, не знаю, за 80 тысяч, понимаете? Всё зависит от бюджета. Я прекрасно понимаю, почему я принимаю такие объекты, да потому что тут и дураку понятно, что если вдруг прям трезво взглянуть на все вещи, да, продавая квартиру, там, хоть в Саратове, хоть в Оренбурге, хоть в Ростове, да ты здесь особо ничего и не возьмёшь. Потому что вот здесь, например, да, ценник минимально 220 тысяч рублей за квадратный метр. В ваших городах максимальная цена за квадратный метр 150. И то, какой 150? Максимум там 100 тысяч за квадратный метр. А так 150 это уже считается прям крутой город, понимаете? Ну, с чего-то начинать нужным. Но я верю, что у каждого из вас, так же, какой-то девочки, есть шанс. Вы берёте, сначала берёте там, не знаю, то, что, конечно, понимаешь, что амбиции 100 квадратных метров хочется. Берёте такую, к примеру, студию, да, относительно недорого. И всё, и работайте, у вас есть мотивация расшириться, у вас есть мотивация заработать больше и так далее. Уже как-то в бизнес-стре начал говорить, не, не хочу я эту пропаганду, потому что так очень много народу, все на такие пробки, в принципе, по мне, там, не знаю, меньше народу, больше кислорода. Ну, просто хочется чисто по-человечески дать кому-то из вас шанс. Просто хочется дать шанс, и шанс закрепиться в прекрасном городе Сочи. Ладно, ребят, на этом мы с вами будем прощаться. Желаю вам всем, извиняюсь, желаю вам всем прекрасного настроения, вам всем добра и пока. Это Соболевка. Более подробная информация пишите в WhatsApp, я вам всё пришлю. Ипотеку можно. Пока.